Ну и хотел вам почитать разные мелочи. Как говорил Рязанов, со зрением у меня всё хорошо, просто у меня руки короткие. Итак, разные новости. Когда в клубе анонимных алкоголиков спросили, какие планы на пятницу, все заплакали. Девчонки, чтобы хорошо выглядеть летом на пляже, начинайте срочно откармливать лучшую подругу. Дорогая, давай завтра встретимся, выпьем вина. Ты в твоём уме? Давай сегодня. Как твои дела? Как и раньше, хреново. Ну, слава богу, хоть у кого-то всё стабильно. У меня небольшое сельское хозяйство. Корова, две свиньи, овцы, куры и ещё по мелочи. Подскажите, как наладить отношения с соседями снизу? Звонили из банка, предлагали кредит. Думаю, больше не позвонят. Сказал, что, говорит, некогда, чайный пакетик зашиваю. Что у вас болит? Животик? Давайте-ка я его сейчас поцелую. Не-не-не, я лучше пойду в другую аптеку. Я годами вырабатывал плохую репутацию. Мерзкий характер. Был подло-жесток. Все меня ненавидели. И тут вдруг появляется какая-то женщина. И всё, блин, я котик. Трагическая весть. С прискорбием сообщаем, что отечественная культура понесла тяжёлую трату. В Россию вернулась Ольга Бузова. Хотелось бы вернуться в детство, но задница в санка не влезает. Утренний диалог. Вставай в школу, опоздаешь. Да ну её, эту школу, не пойду. Там меня все ненавидят. А нафига ты им столько задаёшь? Поднимаясь пешком на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтёры». Телефонная переписка. Привет, чего хотел? Познакомиться, погулять. Ты опоздал, мне рожать в июле. Ну давай тогда в августе. Детство заканчивается, когда мама говорит, «Сынок, ты уже очень большой, мне тяжело тебя носить». И оставляет вас лежать пьяным в коридоре. Жена, будешь меня обижать, пойду на курсы, как стать стервой. Муж, преподавателем? Услышал эту жуткую страшилку от соседней девочки. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю, придёт дедушка Бабай и отключит вам вай-фай. Задача жены тратить столько, чтобы мужу не хватало денег на любовницу. Как зовут вашего кота? Днём или в четыре утра? Пап, а давай купим шалаф? Купим, сынок, только это называется лаваш. Милая, может, сегодня ночью ты меня свяжешь? Ой, тебе лишь бы только ничего не делать. Дорогая, ты не знаешь, на что я способен? Ни на что, а, значит, знаешь. Когда тебе плохо, вспомни осьминога. У него и руки из задницы, и уши из задницы, и голова в заднице. Ничего. Живёт, не жалуется. Когда пытаешься помыть противень в раковине, начинаешь понимать, почему его так назвали. С форумом по кулинарии. Подскажите, пожалуйста, надо ли в тарталетке с чёрной икрой добавлять масло? Первый комментарий. Будьте вы прокляты. Батя, а почему я за рулём? У меня же нет прав. Я бухой. Я тоже. Ну, у тебя за это права же не отберут. Когда американцы выселились на Луне, первое, что они увидели, бегущего к ним Фёдора Конюхова с криком «Куда припёрлись? Занято!» Батюшка, а какие песни не рекомендуется исполнять на похоронах? Позови меня с собой. Мужик, ты только посмотри на меня. У меня кожа как персик, губы как спелая вишня, глаза как дивный виноград. А есть что-нибудь мясомолочное, а? Спасибо.